Дорогие друзья, приветствую вас на канале Жречество. Меня зовут Джулия, я занимаюсь астрологией, жречеством, травничеством и духовным развитием. Рада приветствовать вас у меня на канале, если вы здесь оказались впервые. Это видео будет посвящено силе слова. Эта лекция, собственно, входит в нашу программу «5 средств для Меркурия» в нашу аскезу по гармонизации Меркурия. Меркурий — это наш творческий канал взаимодействия со Вселенной, с пространством через вишутка чакру, через слова, поэтому этой теме и посвящена лекция. Тема управления мыслями, в принципе, у нас уже очень популярна. Мы знаем все про самопрограммирование, про аффирмации, про мантры, медитации, которые мы слушаем, у нас эти программы записываются. Уже куча учителей рассказали нам про то, как нужно мыслить, потому что пространство слышит наши мысли, и мы формируем нашу Вселенную через наши мысли. Давайте немножко структурируем это всё и посмотрим под новым углом на наши мысли и на то, как мы эти мысли через слова заземляем. Кто-то своими словами жизнь себя очень сильно портит, что такое маты поговорим, и о том, как свою речь очистить, и для чего нам вообще дан этот прекрасный, замечательный инструмент, как голос. Во-первых, нужно понять фундаментальное знание, что я, душа моя, я как энергия, и пространство вокруг меня, абсолютно всё, вот всё, вот всё, что вы сейчас вокруг себя видите, помимо этого видео, посмотрите. И вы, как творческая сила, вы абсолютно неделимы. Нет у вас никаких границ. Вы абсолютно являетесь единым целым. Между вами протекают реки энергии, то есть между вами и пространством по каналам течёт энергия. Мысли, абсолютные мысли у нас все находятся, мы считываем их также с пространства. Мы взаимодействуем на тонком плане мысленно с другими людьми. И когда вы выбираете, да, говорят, выбираете, что думать, потому что из этих мыслей мы выбираем, и, соответственно, затем мы выбираем, как эти мысли заземлить через слова, какую манифестацию этих мыслей нам дать в пространство, да, какую команду нам дать в пространство через нашу вишутха чакру, через наше слово. И как вообще происходит это взаимодействие? Во-первых, это, конечно, связь с высшими силами, связь с Божественным, насколько вы вообще соединены с источником. Это очень важно, потому что, второе, это напрямую влияет на ваше состояние, то, что сейчас модно говорить, да, следи за своим состоянием. Ребята, состояние, это, мне кажется, переименовали просто вибрации. Раньше было расти по вибрациям, сейчас следи за своим состоянием. Ну, соответственно, если у тебя состояние хорошее, прекрасное, ты находишься на высоких вибрациях. Если у тебя состояние ужасное, плохое, естественно, ты находишься на низких вибрациях. Конечно же, если у тебя высокие вибрации, от этого, от твоего состояния, от этого зависят твои мысли. Когда у тебя всё хорошо, когда у тебя всё хорошо получается, это прекрасное состояние, когда ты находишься на своей волне, да, когда у тебя всё идёт как по маслу, соответственно, от этого состояния зависят твои мысли. У тебя и мысли хорошие, да всё ещё лучше получится, всё ещё лучше будет. Ты желаешь всем всего хорошего, ты светишься и сияешь, всё здорово. Если у тебя состояние плохое, ты находишься на низких вибрациях, естественно, у тебя что-то не получается, как снежный ком раскручивается ещё больше, ты начинаешь ещё больше нервничать, всё валится из рук, и, соответственно, тут застой, там застой, тут какой-то блок, тут не получается, тут тебе что-то вернули, там ещё что-то, да, всё идёт наперекосяк. Соответственно, ты это и в слова манифестируешь. Исходя из своих мыслей, ты начинаешь это всё взаимодействовать творческой силой, творить своё пространство, да, творить свою вселенную через силу слов. Ты начинаешь манифестировать. Да пошло оно всё нахрен, да какого это хрена всё происходит? Да чтоб ему пусто было, да у меня плохая память, я забыл, я не помню, у меня ничего не получается. Программы себе, но записывал в пространство. Да, то есть, ещё раз, цепочка, связь с божественным, твоё состояние, мысли, которые ты думаешь, соответственно, слова, которые ты произнёс, поступки, которые ты сделал, отправил во вселенную, получил обратную связь. То есть, получил обратную связь, чем у тебя лучше энергия, конечно, тем годовенная обратная связь происходит. Ты сразу же, ты что-нибудь, у меня всегда так, я что-нибудь плохое говорю, особенно, когда Меркурий в Скорпионе, то надо следить за словами вообще просто очень тщательно. Что-то я говорю, я запнусь, что-нибудь я начинаю злиться, я уроню. То есть, у меня мгновенно происходит это всё, начинаю что-нибудь кому-нибудь высказывать, у меня начинает всё ломаться. Я понимаю, что я не этому человеку это говорю, я говорю это сама себе. Я вот эти все какие-то негативные, агрессивные, какие-то разрушительные штуки, этому человеку вообще, без разницы, я их вот так вот сама себе, у меня мир зеркал, мне это обратно всё идёт. Соответственно, зная всю эту цепочку, мы начинаем работать связь с Божественным, затем наше состояние вибрации, от этого мысли выбираем, от этого, конечно же, слова, которые мы произносим, поступки, и получаем аналогичную обратную связь. Чем чище этот канал, тем чище и прекраснее обратная связь от Вселенной. У вас всё получается. Что же такое наш голос, наша вишудха-чакра? Это творческий инструмент. Это не какой-то бездонный ресурс, который нам дан. Это наш творческий инструмент, которым мы работаем с пространством, манифестируем что-то, взаимодействуем с людьми, и к этому инструменту нужно относиться очень и очень внимательно, потому что мы вообще не следим, что мы этим инструментом творим в своей жизни, творим по отношению к себе, по отношению к другим, по отношению к пространству. Прошу вас заметить, что вишудха-чакра находится между сердцем и между умом. И эта именно чакра, она у нас как раз-таки ум и сердце соединяет вот эти энергии, она их гармонизирует, и именно это творчество выражается затем, потом уже в мир. Поэтому очень важно, мы когда с вами мантру Ом поём, мы не зря букву О производим грудной, отделом грудным, потом его проносим через вишудха-чакру в ваджну, и мы тем самым вот эти вот каналы себе регулируем, чтобы у нас также очищалась наша чакра, чтобы все гармонизировались и очищались. У нас в голове может быть тысячи-тысячи мыслей, абсолютно разных. Иногда ты смотришь на свои мысли, и ты понимаешь, что, ребята, мысли, они реально, их тысячи, и ты реально выбираешь то, что ты будешь думать. Иногда смотришь на свои мысли, когда ты в плохом особенно состоянии, ты понимаешь, как это вообще могло прийти в мою голову, мозг, зачем ты это обдумываешь? Зачем ты это обдумываешь? Это чьё вообще? Как это здесь оказалось? Как это пришло сюда? Зачем ты вот посвящаешь вот этот вот мозг, зачем ты это обдумываешь? И, соответственно, у нас очень много, если человек неосознанный, конечно же, он из вот этого мусора какого-то, да, если мусора много здесь, он начинает это всё в слова заземлять. Произнес это, заземлил это, произнес это в материальный мир, с тонкого мира произнес в материальный мир, считай, заманифестировал, Считаю, произнёс как бы «команду» в кавычках. Вообще кто-то задумывается, что можно проявлять аскезу в речи. То есть есть, конечно, древние практики Мауны, когда человек вообще может подолгу молчать, отказываться от чего-то. Мауна у нас в аскезе Меркурию также будет. Но в повседневной жизни, взаимодействуя с другими людьми, с пространством, когда мы просто обычно живём, мы также эту аскезу в речи можем проявлять. Почему? Потому что мы относимся к своей речи как к какому-то бездонному колодцу. У нас вообще в нашей жизни абсолютно всё ограничено. У нас у всех ограниченный ресурс. У тебя могут закончиться там деньги, у тебя может закончиться косметика, у тебя может закончиться соль, может закончиться. Ну, короче, у нас в принципе в мозгу всё-всё какими-то ограничениями, но всё ограничено, кроме слова. Словами ты можешь постоянно пользоваться. Это наш неограниченный ресурс, это слова. Мы можем произнести их миллион. Ты можешь сидеть разговаривать сам с собой. Ты можешь разговаривать с другими, болтать-болтать это. Вот оно здесь, этот ресурс нам дан. Мы всегда можем произносить слова. то есть у этого ресурса нет, у этого колодца нет дна, мы постоянно им пользуемся, мы постоянно отсюда что-то черпаем, мы постоянно общаемся с другими людьми. Ты растратить можешь вот все в своей жизни, кроме слов. Слова ты растратить не можешь. Естественно, ну это если какие-то исключения, законом случились, он охрип, может опираться какие-то, но у большинства людей, у всех у вас, я думаю, что уверен, кто смотрит, растратить этот источник практически невозможно. И поэтому мы к этому источнику относимся очень и очень потребительски, как в принципе ко всему другому. Мы можем произносить какие-то слова, которые абсолютно не нужны. Мы к этому источнику небережливы, потому что у нас он в неограниченном количестве. Именно поэтому люди матерятся, очень сложно от этого избавиться. Люди не жалеют слов, они не жалеют слов для выражения, не жалеют слов для болтовни, для сплетен, для разговоров, для любых. И чем больше мы болтаем, тем качество речи наше снижается. Чем больше этот ресурс исчерпываешь, тем, соответственно, качество его меньше. Что я имею в виду? Что нам все сложнее выразить свою мысль, нам все сложнее выразить свою речь красиво, донести до других людей, что мы на самом деле имеем в виду. Иметь красивую шекспировскую речь какую-то, иметь речь, которая действительно будет четко по делу, красиво рассказывать другим людям, погружать в свои рассказы, исцелять словами. Программы какие-то хорошие словами, да, выражать. То есть у нас речь в последнее время состоит только из слов паразитов. Что-то красивое, что-то такое высокопарное нам произносить уже сложнее, потому что мало читаем, смотрим какие-то там ролики, да, которые у нас отупляют, и мы не расширяемся здесь, мы не расширяем свой слог. Конечно, над этим нужно работать, да, и качество речи поэтому ниже. Мы используем этот ресурс бездумно. И, соответственно, давайте посмотрим, сколько энергии у нас уходит через голос. У нас все абсолютно эта энергия. И когда ты через слова рассказываешь что-то человеку, общаешься с ним, что-то бормочешь себе под нос даже, да, ты энергию отдаешь через слова, ты энергию растрачиваешь. Никто не думает, что вот он просто сливает, 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 он не думает, что этот инструмент можно использовать разумно, да, потому что, допустим, три часа болтовни с коллегой на работе эквивалентно энергетически трем страницам книги написаны, например, да, картину какую-то ты можешь написать, да, элементарную энергию у себя оставить, и у тебя настроение будет лучше. Я сейчас не говорю о духовных беседах, да, я не говорю о беседах, которые, наоборот, наполняют. Это исключение, это очень редко бывает, но бывает, когда ты поговорил с человеком, ты чувствуешь себя заряженным. Но в основном мы этот источник растрачиваем. И если энергетический эквивалент перевести в что-то другое, то подумай, на что бы ты мог потратить эту энергию, если бы занялся чем-то другим, а не бессмысленным, например, болтовнёй, бессмысленной, да. Бессмысленная трата слов. Я вот про это. Если кто-то выступал на публике, да, вебинары вёл, либо вообще в залы, перед залами целыми выступал, да, ты можешь поговорить один час, но ресурс потратить двухнедельный свой. То есть люди, которые ведут конференции, например, да, которые выступают перед огромным количеством аудиторий, собирают там целые огромные залы, они потом на две недели едут отдыхать, потому что это ресурс растраченный. За один час, когда ты вот столько через голос отдал стольким людям, тысячи человек, например, да, двум тысячам человек отдал ресурс, ты очень многое через голос отдал. То есть это энергия. Представьте, как бы мы относились к нашим словам скрупулёзно, внимательно, если бы этот ресурс был ограничен. Вот у тебя там за жизнь, не знаю, там 30 тысяч слов за жизнь, ты каждое слово будешь подбирать, как изумруд, оттачивать его, свои мысли выражать, оттачивать их, да. Вот так вот нужно относиться к своему инструменту, не как к какому-то колодцу бездонному, наполненному грязью, если там вы материтесь, либо ещё что-то. На что мы растрачиваем свой ресурс? Во-первых, конечно, самый невежественный уровень, да, гуна невежества — это, конечно же, маты. Давайте разберём это, препарируем, что такое маты. Маты — это удар по свадхистана чакре. Пожалуйста, расскажите мне хоть один мат, который не про те половые органы, который не оскверняет вот эту мужскую, творческую, женскую, творческую силу. То есть в Индии поклонение идёт лингаму, поклонение идёт йони, да, кто знает, это олицетворение тоже женской, мужской силы, у них это священно. У нас же через маты идёт осквернение этой священной, женской и мужской творческой силы, да, то есть лингам и йони, то есть творческая сила. У нас постоянно в словах это оскверняется. Соответственно, у нас также энергетические, если посмотреть энергетическое построение человека, каналы свадхистаны и муладхары и вишудхи, они связаны, у нас два отверстия, грубо говоря, да, и эти как бы на энергетическом плане, они взаимосвязаны, короче. Да, ты произносишь слова, да, маты, соответственно, ты себе бьёшь по муладхаре, иди ты в жопу, например, да, если сказал, и ты бьёшь себе по свадхистане. Ну, я думаю, все эти слова вы прекрасно знаете. Иди ты на, иди ты в, ну и так далее. Какого хэ? Ну, я думаю, тут просто изобилие. Русский человек придумал просто изобилие этих слов, как максимально изощрённо себе нанести удары по этим двум нижним чакрам. И почему это происходит? Подумайте, у нас наша энергия поднимается снизу вверх, когда идёт пробуждение человека, когда ты находишься на высоких вибрациях, ты находишься выше своей манипуры, ты хотя бы на сердце поднимаешься, на высоких вибрациях ты по чакральной системе поднялся выше свадхистана и муладхары, ты вышел из выживания, ты уже счастлив, ты уже в счастье, в любовь вышел в сердце. Когда ты постоянно бьёшь себе матами по свадхистане, по муладхаре, ты себе там разрушаешь, через это у тебя идёт отток энергии, ты себе самоудары, ты себе самопорчу делаешь, то есть ты себе удары наносишь, пробой, через который уходит энергия. Соответственно, этой энергии выше на высокие вибрации подняться труднее, не то что труднее, и вообще сложно подниматься, если человек постоянно матерится. Поэтому каждый раз, когда вы произносите маты, вы подумайте, вы себе просто делаете огромную медвежью услугу, потому что ваш энергетический план вами же и раздолбан, и это всё запрограммировано социумом, запрограммировано матрицей, понимаете? Людям, которым сложно отказаться от матов, они как бы питаются этой негативной энергией, которую создают. То есть подумайте про многие-многие выражения. Это сейчас надо будет максимально изящно выразить в формате лекции. Иди ты в пиццу туда, да? То есть ты себе какую-то негативную энергию приглашаешь в свою свадхистану, извините. Вот, и, например, такие выражения «Да ёб твою мать», например, да? Когда человек говорит «Что это в тебе говорит?» То есть это деструктивные программы, можно назвать их сущностями, которые через тебя манифестируют удар ещё и по твоему роду, да? «Ёб твою мать, кто его? Кто ёб?» Подумайте, это ты сказал? Типа это что? Кто это в тебе сказал? Кто это на самое святое в жизни посягнул, да? Что это за разрушительную программу ты пригласил? Она в тебе есть, типа ты её не устраняешь. И подумайте над всеми матами, что они означают. Не хочу произносить в формате лекции, тем не менее, задумайтесь. Всегда, когда вы произносите, что вы творите творческой силой в своей жизни? Что? Что вы оскверняете свадхистану чакру, особенно женщины? Это наша главная творческая чакра, да? То есть чакра данная, то есть мы через эту чакру рождаем жизнь, рождаем новую жизнь, такой Богом дар дан. Рождать новую жизнь через свадхистану. И каждый раз, когда ты произносишь какое-то матерное слово, что ты оскверняешь? То же самое с мужчинами. Очень любят, они половые тоже посылайте туда. Да, вот, очень много. И что ты со своей, так же, осквернение своей творческой силе делаешь? Что ты потом в своей жизни творишь? Какую, что ты создаешь в своей жизни? Это же наши главные чакры, что мы создаем? Что мы можем создать? Что мы можем родить в этот мир? Свои идеи, мысли, поступки, что? В общем, такая тема. У некоторых людей сила слова очень мощная, у других людей сила слова слабая. Один сказал, ой, да ну ты, у тебя ничего не получится, и как вот семечко об стену упало, ничего не случилось, человек потому что просто бросил, забыл ничего. Другая скажет, да чтоб тебе в сердцах она сказала, если у человека, которому она сказала слабая оболочка, она его так сильно прошибет, что он восстанавливаться может потом полгода. У некоторых людей действительно сила слова очень мощная. И люди, которых эта сила слова мощная, но они крайне неосознанные, они обожают вот этими словами раскидываться. Я в мире вижу, да, то есть человек неосознан, он просто живет, ну так повседневную жизнь, не интересуется никакими тонкими там материями, они обожают раскидываться этими словами. То есть, когда у них особенно что-то не по их идёт, да чтоб тебя там и так далее, то есть они со злостью говорят, у них сила слова подкрепляется с эмоцией. А это равно самая мощная программа. То есть, когда вы просто произнесли слово без эмоций, да и ничего не значит, когда вы произнесли с эмоцией, почему говорят, что в технике самопрограммирования нужно проживать это, чтобы твоя мысль была подкреплена эмоцией, чтобы твое слово в аффирмациях, проживи, я счастлив, я богат, проживи это с эмоцией. Потому что когда слово подкреплено эмоцией, это и есть самая мощная программа. Эмоциональное тело, если у человека очень сильно раскачано, и его эмоция плюс со словом она сказана, так проклятия посылаются. И проклятия, которые потом ни один маг не может снять. Когда у человека слово с эмоцией скрепилось, высказалось в определённой манере, тот человек ещё был открыт, ну вот так вот оно и бывает. И это потом очень-очень всё сложно лечится, так сказать. Поэтому, мои дорогие, всё, что вы произносите, пожалуйста, пожалуйста, будьте очень внимательны к своим словам. Не растрачивайте их, относитесь внимательно к этому инструменту, который дан вам не для того, чтобы этот мир как-то разрушать, а чтобы творить в этом мире, чтобы этот мир, да, украшать наоборот. Конечно, наши обычные программы, которые мы сами себе записываем, это слова, которые постоянно в обиходе, типа «красиво жить не запретишь», «да у меня нет памяти», «я забыл». «Я не помню», «глаза бы мы и не видели», «здравствуй, хоро, плохое зрение», «уши бы мы и не слышали», «я не слышал», «я не знал», «я не видел». Тоже «я не видел», «у меня плохое зрение», «у меня основное оправдание» что-то, да, «я не видела». Это прямо моя программа тоже, которую надо очищать. «Я не видела», вот, ничего себе. Посмотрите, какие у нас есть тысячи выражений, которые гуляют в этой матрице, как программирование по всему нашему обществу, повторяются бенеосознанно и записываются, и возвращаются нам обратной связью от Вселенной в нашу жизнь. У нас сейчас люди, мир запрограммирован так, что у нас потенциал на какие-то злые слова, на маты, на слова-паразиты, на то, чтобы другому человеку послать его где-нибудь на дороге, который подрезал тебя, чтобы кто-то тебе ещё что-то сказал, чтобы тоже послать его куда подальше. У нас потенциал миллиардера, у нас вот здесь слова изобилия, мы можем вот это вот в неограниченном количестве выдать, да, мы можем болтать, сплетничать, разговаривать о чём-то. На плохие какие-то энергии у нас потенциал неограниченный, миллиардер здесь сидит, да, то есть ты не жалеешь этих слов, не жалеешь грубых слов, не жалеешь язвительных слов, саркастичных слов, не жалеешь подколок. Потенциал миллиардера. Сказать своей подруге, блин, ты сегодня так красиво выглядишь, сказать незнакомому человеку, вы сегодня, вы так прекрасно выглядите, зайти в магазин какой-нибудь, да, сказать, вас так тут уютно и чисто, вы такая молодец, поддерживаете тут всё хорошо, сказать, у вас такой вкусный кофе, спасибо большое в кафе, спасибо, вы так меня вкусно накормили, благодарю вас, вы сделали мой день. Делать комплимент незнакомому человеку, сказать близким людям, я тебя люблю. Потенциал какой тут? Потенциал нищего у многих. Потенциал миллиардера, чтобы этот мир через инструмент свой разрушить, и потенциал нищего, чтобы этим же инструментом этот мир исцелить, чтобы этому миру дать какую-то благость, дать любовь, потому что этот инструмент нам дан для выражения формы любви. Представьте, если мы эти потенциалы поменяем местами, будем раздавать всем хорошего дня желать, здоровья, благословений раздавать, не будем, если щедры, на добрые слова, щедрость на добрые слова. Если ты просто напишешь близким людям, как они тебе дороги, напишешь, а не будешь стесняться проявлять открытое сердце, благодарность этому миру через слова. Как вот этой творческой силой пользоваться правильно? Исцелять мир, благословлять мир. Какая у тебя обратная связь будет? Какая обратная связь будет? Аналогичная. Конечно, если ты будешь любовь посылать через слова, и будешь щедр в любви, да, через слова, любовь посылать всему, что тебя окружает, обратная связь будет аналогичная от вселенной. То есть у нас слово, блядь, сказать гораздо проще, чем я тебя люблю. Я вот про это, про то, что на слово мат мы, мы щедры, а на я тебя люблю, это, к сожалению, сделать сложнее. Я считаю, что это надо менять местами. Чтобы у тебя был потенциал миллиардера на благостные слова, на пожелания добра, и потенциал нищего на разрушительные слова, на маты, на какие-то недовольства. Я хочу дать несколько рекомендаций, как нашу силу слова не сливать. Во-первых, общаться только стараться как бы по делу, да. Не растрачивайте этот ресурс просто так, да, я уже про это всю лекцию говорила. Если вы чувствуете, что разговор идет о какой-то фигне, ну, лучше этот разговор, наверное, прекратить. Если вы чувствуете, что вы скатываетесь в сплетни, либо человек, который вас триггерит на какие-то сплетни, да, лучше это также пресечь. Соответственно, разговоры вести не на автомате, а осознанно. Это когда ты разговариваешь и между ответами делаешь паузу на то, чтобы подумать. Потому что мы же с вами постоянно на автомате говорим. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, тебе сразу вот то, что тебе мысль пришла, ты сразу ее выдал. Я помню, один интересный интервьюер брал интервью у актера. И он сказал, это я брал тысячи интервью, но я был удивлен, когда брал интервью у этого актера, потому что он прежде чем что-то сказать, делал паузы на подумать. И с ним, говорит, было разговаривать очень интересно, потому что он говорил неосознанно, да, не на автомате, вот не так, как все. Соответственно, у нас у всех есть агрессивная энергия, которая также поднимается, например, на злость, обиды, еще что-то, которая поднимается. И, соответственно, нам не надо это засовывать обратно, да, и блокировать эту энергию. Если негативная энергия поднимается, да, то человек, когда он произносит мат, он, в принципе, избавляется от негативной энергии, да. Но тем самым он манифестирует через разрушение и выдает себе какие-то мощные, ужасные негативные, разрушительные программы. Соответственно, для того, чтобы эту негативную энергию, нужно выражать корректно. Придумайте себе ругательное слово, корректное, которое будет не разрушать пространство, да, а чтобы ваша эмоция негативная, она вышла. Да, не надо нам обратно её, да, не надо блокировать, да, там молчать что-то. То есть я, например, себе придумала следующее, что тебе что-то происходит, я просто смотрю, это ну как классно, вообще просто классно. То есть говорю какую-то не программу, ничего, я смотрю и классно, ну классно всё. Вот, стараюсь тоже какие-то привычки заменять. Здесь клёвый лайфхак дал Зеланд. Он говорит, когда что-то происходит, что не по вашему сценарию идёт, он говорит, да, он рекомендует говорить. Это не моя реальность, я не знаю, в моей реальности всё происходит успешно, это чья-то другая реальность, это не моя реальность. Ты начинаешь, программируешь себя на то, что у меня успешная реальность, да, у меня всё, у меня хорошая, прекрасная реальность, это что-то произошло, что ко мне вообще никакого отношения не имеет. Конечно же, это пение мантр, когда ты поёшь мантру, соответственно, у тебя также твой, твоя вишутха чакра, да, твой голос, твоя творческая сила, она прочищается. И когда ты вообще целый час, например, пропел мантры, материться потом совершенно неохота, потому что ты чувствуешь, что ты оскверняешь что-то очень чистое. Что-то ты, если ты прочистил свой ручей, снова туда какую-то грязь накидывать уже неохота. Что ж, наша лекция подходит к концу. Если вам понравились наши меркурианские темы, у нас будет еще много лекций. У нас огромная программа Аскезы Меркурию. Вам еще не поздно к нам присоединиться. Представляете, если мы начнем Аскезу без вас, это просто невозможно. Ну что, дорогие, наша лекция «Сила слова» подходит к концу. Я надеюсь, что эта лекция вам понравилась. У нас еще будет очень много аналогичных. Если вам вообще понравились наши меркурианские темы, и вы еще не в нашей Аскезе Меркурию, обязательно присоединяйтесь, чтобы вместе с нами пойти в это путешествие гармонизации Меркурия, гармонизировать нашу творческую силу, нашу Вишудха-чакру, наши мысли, все сферы, за которые отвечает Меркурий. Поэтому обязательно присоединяйтесь, ознакомливайтесь с программой по ссылке. Мы вас ждем, мы уже практически скоро начинаем. Сейчас реально последний вагон, в который можно запрыгнуть, и я вас в него приглашаю, потому что мы скоро начнем без вас. Мы никак вступайте, регистрируйтесь обязательно на нашу Аскезу. Благодарю вас за внимание. Обязательно ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, чтобы мы увидели с вами еще в наших прекрасных беседах. Люблю, целую, желаю вам прекрасного дня, любви, счастья, здоровья каждому смотрящему, чтобы все в вашей жизни складывалось максимально благоприятно. Здоровья у вас было много, и чтобы вы были щедрые на добрые слова. Благодарю. Пока-пока. Благодарю. Благодарю.